Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы находимся на нашем огороде, а именно на участке, который у нас был засеян с осени, фацелий. Сейчас середина мая, пришло время эти растения скашивать. Фацелия у нас выполняет роль сидерата. Вообще сидератами могут быть любые растения, которые затем используются для улучшения плодородия почвы. Мы не будем использовать верхушечную часть этих растений в качестве корма для скота. Ну вот сейчас единственное, что много пчел, шмелей, эти растения выступают параллельно, еще как медоносы. Они начали зацветать, а фацелия это очень хороший медонос, так что если есть у кого-то пасека, либо улики, очень рекомендую. Итак, друзья, сегодня вечером, когда пчелки улетят по домам, мы будем проводить скашивание и затем заделку фацелий в почву. Почему мы используем именно такой способ использования сидератов, заделка? Хотя существует два способа использования. Итак, заделка нам нужна для того, чтобы улучшить плодородие нашей песчаной почвы, чтобы насытить ее органическим веществом, которое будет задерживать влагу и питание, которое мы дополнительно вносим при выращивании каких-либо культур. Вот на этом участке в течение четырех последних лет выращивалась клубника непрерывно, каждый год клубника выносила питание. Какие-то подкормки мы ей проводили, в основном минеральные, в лучшем случае органоминеральные, то есть гуматы комбинировали с минеральными удобрениями. Друзья, но все равно даже насыщение почвы гуматами не идет ни в какое сравнение с насыщением почвы органическим составляющим именно в виде запаханных сидератов. Мы улучшим структуру почвы, улучшим ее влагоемкость и уже, ну возможно еще в этом году, сейчас середина мая, в этом году, возможно мы этот участок уже будем в улучшенном виде использовать. Посадим сюда что-то следом за сидератами. Мы каждый год вообще стараемся какой-нибудь участок на своем огородике, но под сидераты выделить, а еще лучше 2-3 раза за сезон попробовать успеть прогнать выращивание сидератов. Это недолго на самом деле, вот смотрите осенью посеяли, почему? Можно весной в принципе, осенью, чтобы не занимать много времени весной, когда есть много работы на поле, ну на огороде. Мы знаем, что здесь у нас уже все посеяно, сюда мы не отвлекаемся, оно растет самостоятельно, забиваются сорняки, которые, ну вредные сорняки, бурьяны вот эти. Запашим сейчас, закультивируем, улучшим составляющую и следом будем опять выращивать свои растения. Второй способ использования сидератов, который тоже многие огородники практикуют и тоже он весьма эффективен. Это просто скашивание, скосим мотокосой, можно скосить, точнее мы будем заделывать, но можно просто скосить мотокосой и оставить вот эти растения на поверхности в качестве такого мульчирующего покрывала. Мы вообще стараемся широко использовать различные виды мульчи на своем участке. Ну вот, например, чеснок мы помульчировали соломой. Друзья, так вот, под этой соломой множество дождевых червей, множество полезных почвенных микроорганизмов, которые постоянно работают над улучшением почвы. Сохраняется влага, ну сами понимаете, роль мульчи трудно переоценить. Поэтому оставление сидератов в скошенном виде на поверхности тоже будет весьма-весьма эффективно. Кому как удобно, кто как привык. Мы из года в год, именно из-за того, что у нас песчаная почва, нам просто крайне необходимо улучшить структуру почвы, органической составляющей. Именно поэтому мы заделку производим постоянно. Я просто хочу посоветовать тем огородникам, у которых слишком плотная почва, где корню некуда разрастаться, корень испытывает большое сопротивление почвы и не может достаточно развиваться. Советую тем огородникам, у кого наоборот слишком легкая почва, у которых нет органической составляющей. То есть два типа почв, которые крайне требуют нашего вмешательства по их улучшению. Это крайне легкие почвы и крайне тяжелые почвы. Вот сидераты помогут решить нам проблему и с этим видом почвы, и с этим видом почвы. Я считаю, что таким способом поспособствовать улучшению почвы просто необходимо. Это наш огород, на котором мы давно выращиваем и на котором мы планируем долго еще заниматься выращиванием различных растений. Будем следить за почвой, почва нас будет благодарить. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Только хороших экологических, органических урожаев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok